Девушки отдыхают Сегодня у меня в гостях мои любимые музыкальные продюсеры, да простит меня Гарик Мартиросян. Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш, встречайте! Господа! Весиф, привет! Кто-то двигается тут, что-то едет. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Мощный выпуск нас ждет! Так приветствовали только Ким Чинына на последнем совещании. Держачок похож очень даже. И его сына. Кстати, тоже есть сходство. Есть сходство. Но прежде чем мы начнем, буквально пару слов о наших гостях. Родился в Дагестане. Сейчас, конечно, и не скажешь, но в 12 лет работал парикмахером. Учился на тепло, гидро, изолировщика, но понял, что продюсерам быть выгоднее, да и легче произносится. Очень хорошо маскируется под ананас, даже жена его не узнает. Монстр шоу-бизнеса Иосиф Пригожин. Родился в городе Колпино, Ленинградской области. В конце 80-х, начале 90-х играл на клавишах в группах «Союз» и «Санкт-Петербург-2». Но понял, что продюсерам быть выгоднее и не обязательно при этом что-то там наяривать на клавишах. Писал супер-хиты, успешно продюсировал мужчин, женщин и бабушек. Было дело, было дело. Обладатель шевелюры года по версии журнала «Крестьянка». Акула музыкальной индустрии Виктор Дробыш. Слушайте, но вы настоящие друзья и много лет. Сколько лет? Ну, 20, кстати. 21. Один. Да. Очков, поздравляю. Очков. Сразу набавьте денег. Кстати, могли бы отпраздновать. Да. Слушайте, когда вы... Я чувствую, сегодня будет веселая программа, да? Так, послушайте, профильные вопросы как к продюсерам. Человек приходит к вам, вы видите на улице. Можно определить, какие-то задатки есть у звезды, бывают они? Можно. Как? Так. Легко. На фабрике звезды на кастинге. На фабрике звезды. А, на кастинге. Да, на кастинге. Поэтому я увидел, что человек, который явно пришел на кастинг, чтобы его не взяли. Почему? Потому что он начал, он говорит, поете. И он начал, а я говорю, все говорят, так, спасибо, до свидания, следующее. Я говорю, погодите, он гонит. Он гонит. Он в смысле пришел слиться? Он пришел. Его из семьи, наверное, отправили, сказали, ты давай. Его семья заставила, да, типа, за ум браться, его отправили, он пришел вот так, ну все, нет, да? Все говорят, нет. Я говорю, погодите, у него такой красивый бархатный звук, он врет. Он просто что-то поет, там, дурачится. Я за ним бегал по лестнице в Останкино и говорил, вернись назад. Пожалуйста, у меня есть гантели. Ну, у меня, у меня, у меня гораздо проще. Так. Я дедюлю нашел на Арбате. Он в шапочке стоял. Реально, на всякий случай, дедюля, это не маленькая штучка, которая валяется на Арбате, это известный музыкант и гитарист. Ой! Так подожди, дедюля был просто уличный музыкант? Конечно. Вот я его и вычислил, и угадал, и дал ему путевку в жизнь. Слушайте, выясняется вообще невероятные какие-то вещи. Я был у нашего очень близкого друга, общего, царства ему небесное, Боря Краснов. Я был у него в офисе. Да, Боря Краснов. И в окне кто-то играл фламинго. И я думаю, сейчас я попрощаюсь, спущусь вниз, спущусь, думаю, дай подойду, положу монетку. В итоге дал ему визитку. Говорю, приезжай ко мне в офис. Монетку не стал класть, мы знаем, знаменитые пригожинские схемы. Более того, когда еще клал визитку, наверняка что-то взял из шляпы еще. Забрал на эти деньги и сделал проект. Послушай, дружище, это визитка, она стоит вот ровно шляпу. Ну и все, и пошло-поехало. Как вы понимаете, у нас не просто два мощнейших продюсера. Легенды! Под вашим аплодисментом мы начинаем. Виктор Дробыш и Осип Пригожин. Двое на миллион. Поехали! О правилах. Прямо сейчас у вас появляется один миллион рублей. Он ваш, и уносить его нельзя. Потому что я начинаю задавать вопросы и за каждый неверный ответ отбирать по 100 тысяч рублей. Я понимаю, вы люди обеспеченные, будет сложно заметить, что пропало 100 тысяч рублей, поэтому мы повесили экраны по всей студии, все будет отображаться. Я только руб бережу. Мы начинаем первый раунд. Поехали! Раунд называется «Вопрос для друга». В нем игроки будут выбирать вопросы друг для друга. Один выбирает вопрос, второй на него отвечает. Цена каждой ошибки 100 тысяч рублей. А это, между прочим, стоимость чая, который выпивают пассажиры поезда Москва-Владивосток суммарно. Если вы готовы, кто-то один из вас просто отвернется, чтобы не мешать выбирать категории, а один останется. Давайте начнем так, как определят стулья. Пожалуйста. Витя! Пока! Виктор специально отвернули, чтобы он никаким образом не мог подсказывать. Полная тишина. Мы смотрим на этот экран. Категории. Покажите. История вещей. Так все и было. Профессиональные хитрости. Как тебе кажется, что для Дробыша поближе? Третья. Профессиональные хитрости? Да. Есть пару хитростей? У музыкантов талантливых всегда есть хитрости. Хорошо. Окей. Оставляем это. Виктора зовем обратно. Еще были категории «Так все и было». И какая еще была? История вещей. Какую бы сам себе выбрал? История вещей. А почему? Ну, наверное, что-нибудь это было бы связано с каким-нибудь инструментом, может быть, или еще чем-то. Хотя я могу очень прекрасно не ответить ни на один из вопросов. Сейчас вы меня в деле увидите. Как же я ждал таких, как вы. Я надеюсь, что это с музыкой будет связано. Играет только Виктор Дробыш. Итак, внимание, 100 тысяч на кону. Поехали. По легенде, отец Вольфганга Амадея Моцарта для обучения сына музыки использовал книги еще до того, как маленький Моцарт научился читать. Как он их использовал? Ну, это как подставку. Как по заказу, про музыку, как просили. Наверное, под задницу клал, как и я тоже в детстве. Был такое? Ну, когда занимался. Наверное, не доставал. Может быть, он же на клавесине играл тогда уже. А, по этой причине? Я думал, просто не любил читать. Да, ну и зад. Нет, 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 он не рыбал их, нет. Он научился, да, да. Три, два, один. Время. Версия. Думаю, что он их подкладывал на стул, чтобы доставать до клавиш на клавеси. Хорошо. Но это не тот, наверное, ответ, но он очень красивый. И это что-то, что роднит меня с Моцартом. Ладно. Хорошо. И прическа еще. Две вещи. Подкладывал на стол. Все, отворачивается Иосиф. Мы выбираем также категорию для него. Покажите. Итак, категории. Есть шанс ответить правильно. Советский Союз. Интересное кино. Ну, вообще, учитывая возраст, елочки, конечно, надо о Советском Союзе поговорить. Ну, я думаю, что он большой специалист должен быть в этом вопросе. Да. Думаю, Советский Союз. Хорошо. Оставляем Советский Союз, не спорим. Мужчина из Советского Союза в шикарном костюме итальянском. Итак, дамы и господа, Иосиф Пригожин. Он со всей мощью своего интеллекта обрушивается на нашу программу. Поехали. Из-за близости гостиницы «Москва к Кремлю» в некоторых ее номерах в советское время можно было найти необычный предмет мебели, чтобы вип-делегаты могли подготовиться. Что это за необычный предмет мебели? Ну, стул, наверное. Необычный, согласен. Нет, ну, смотря какой стул. Время идет, рассуждаем. Это могли бы подготовиться. Просто вип-делегаты могли бы подготовиться. Стол в стул. Что еще может быть из мебели? Время. Любая версия. Вип-делегаты, приезжающие в Москву, рядом с Кремлем, к чему-то готовились они? К встрече, естественно. Возможно. Ответ. Докладом. Что за необычный? Почему необычный, блин? А что там еще может быть необычного? Сейчас в течение пяти секунд просто снимутся деньги. Нужна какая-то версия. Стул. Или стул. Так стул или стол? Это важно. Стул. Стул. Хорошо. А почему стул? Стул и так есть везде. Не мучайтесь. Итак, верно или нет? Конечно, нет. Рассуждаем. Делегаты. Они приезжали откуда-то делегации из других стран. Да. И из этих делегаций вип-делегаты. Кто-то, наверное, самое важное, главное. Ты сказал суперслово. Доклад. Доклад. Или выступление. Да. Как зачитывается доклад на съезде? Откуда? С какого места? С трибуны? С трибуны. А стояла трибуна, чтобы они порепетировали? Именно. В номерах стояли трибуны, чтобы они могли подготовиться, стоя за трибуной прямо в номере. Но я так глубоко не погружен в делегации Советского Союза. Ну, понятно, но на самом деле можно было догадаться. Раз Москва близка к Кремлю, значит, вип-делегаты будут делать доклады. Какой необычный предмет мебели. Ну, конечно же, это трибуна. Она максимально необычная. А мы продолжаем с вами первый раунд. И теперь вы будете выбирать вопросы друг для друга, глядя не на категории, а сразу на ответы. Один игрок выбирает ответ, второй отвечает на соответствующий вопрос. Цена ошибки? 100 тысяч рублей. Кто первый насладится невероятной музыкой? Надо надеть наушники. Поехали. Поехали. Отлично. Виктор Дробыш. Играет уже музыка, Виктор. А музыка какая? Конечно. Пока Виктор Дробыш слушает диск «The Best of Victor Drobash», мы с Осимовым переходим к правильным ответам. Итак, это правильные ответы. Покажите. Рождение дочери. Музей восковых фигур. Миллион. Соответственно, надо догадаться, какие будут вопросы и найти самые легкие. Рождение дочери. Рождение дочери. Хорошо. Отлично. Уберите. Верните. Пожалуйста. New rice. Something in your eyes. Что-то в моих глазах. Хорошо, спасибо. Я потом уберу, после передачи. Полная тишина в зале. Мы все знаем правильный ответ. Огромные просьбы. Сюда и сюда. Никто не подсказывает. Кто из вас будет подсказывать, я вас прокляну так, что вы никогда не сможете в душе настроить нужную температуру. Поехали. В апреле 1940 года, когда подводная лодка Ю-47 находилась у берегов Норвегии, командир лодки получил сообщение из дома. Прибыла одна субмарина без перископа. Девочка родилась, наверное, без письки они имели в виду. О каком событии шла речь в этом сообщении? В случае Иосифа, ну, ну, все равно это перископчик. Мы настолько близко и незнакомы. Девочка, досрочный ответ. Нам давай-ка назад соточку отматывай. Нет, тут не имеет значения. А в знатоках дают? В знатоках вначале ничего не дают. Итак, ответ. Родилась девочка, дочка. Я принимаю этот ответ. Внимание на экран. Хороший пас. Командная работа. Вот прям сейчас вы ее увидели. Самое главное, так легко угадал, что все в студии сейчас и у телеэкранов думают, мы бы тоже так легко угадали. Да, конечно. Я просто все время на подаче работаю. Да, командная работа, очень важно. Посмотрим, как это состоится, когда мы поменяем схему. Наушники надень, командир. А мы пока выберем правильные ответы для Иосифа Пригожина. Пока Иосиф слушает песни своей жены, потому что остальные ему слушать запрещено, мы для него выберем правильные ответы. Итак, внимание сюда, на этот экран. Поцелуй, собаки, шах и мат. Ну... Конечно, где секс, где Иосиф. Ну ладно, поцелуй. Да, настолько? Далековато. Думаю, этим ограничивается. Давай поцелуй, постепаемся. Нормально. Поцелуи же тоже разные бывают. Разные бывают? Бывают такие поцелуи, которыми сразу и шах и мат можно поставить. Убирайте, пожалуйста. Запомнили. Ты говоришь, где Иосиф, где секс. А по движениям-то видно, что еще человек в колее. Нормально. А, кстати, смотри. Вот уже два раза его поворачивали, его не вырвало. Он тоже мог в космос лететь. Итак, все то же самое. Все молчат. Никаких эмоций, пожалуйста. До самого конца держимся, пока я не скажу, что я принимаю этот ответ. Желаю удачи. Поехали. Тройной одеколон – это одеколон с добавкой трех эфирных масел. Тройной аксель – это прыжок из трех с половиной оборотов в фигурном катании. Разновидность чего в 70-е годы прошлого века в шутку называли тройным Брежневым? Блин, ничего себе, у меня тут вопросы. Все про Советский Союз. Я-то, похоже, родился, блин. Время идет. Но мне не сто лет. С тройным Брежневым. Тройной аксель, тройной одеколон. Три? Чего? Виктор Тишина. Ну, блин. Нельзя, нельзя, нельзя. Следующая будет подсказка. Три, два. Тройным Брежневым. Один. Не знаю я, что. Вот честно, не знаю. Стоп. Ответ. Нет у меня ответа. Я не знаю. Снимите деньги. Ну, я не знаю, что срочно. Ну, Брежнев все делал. Что делал Брежнев? Единственное, что мы знаем про Брежнева – брови и, внимание, тройной поцелуй называли тройным Брежневым в Советском Союзе. Я не знал, что. Я просто поцелуй выбрал. Причем ты сам показал губами. У меня была такая версия в голове. Ну вот, эту версию надо было озвучить, и тогда бы я горевал, а не радовался. Но, тем не менее, вы можете тоже не горевать. По опыту вы хорошо сыграли этот раунд, который завершен. В нем вы потеряли 200 тысяч рублей. А это стоимость шапочки из фольги, которая защищает от влияния людей, которые боятся влияния 5G. Это шоу «Двое на миллион». А у нас в гостях композитор и продюсер, один из которых продюсер-композитор, а другой продюсер-продюсер – Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин. Послушайте, у меня непроверенная информация, которую я просто хотел уточнить. Я раскопал в интернете, что по молодости ты жил в Германии и писал или продюсировал группу «Калча Бит». Я сотрудничал со многими, да, и с «Пиджи Принцов Рэп», и с ними, и со многими другими. Отец, спасибо. Отпускаем тебя. Это все моя буйная немолодость, детство, становление музыкального вкуса. Мы добавим тоже, мы сотрудничали с «Биджи Симпли Рэд». Да что вы творите-то, отец! «Биджи Симпли Рэд». Просто класс, спасибо вам огромное. А какой был концерт у нас в Роял-Альберт-Холл, а, Витинь? Погоди, больше мы тебе делать ничего не будем, так что не разводи нас. Так, ладно, давайте продолжить ведущий, который снимался в кино со Шварценеггером и Джеки Чаном. Пойдем. Целуй перстень. Слушайте, но если честно, это все, конечно, фантастика. Я думаю, что молодое поколение, которое нас смотрит, даже не в силах оценить. Ребята, не просто легенды, боги. Продолжаем. Напоминаю, что после первого раунда у вас 800 тысяч рублей. Впереди второй раунд. Каждый из вас увидит на экране некую загадку. Загадки будут разные, но обсуждать их друг с другом вы не имеете права. Вы по отдельности подумаете над своими загадками, а потом у вас будет 30 секунд, чтобы соединить ответы и получить название известного фильма, мультфильма или сериала. Цена ошибки, как всегда, 100 тысяч. А это стоимость десятка яиц, если бы мы вместо курицы одомашнили страуса, поверьте мне. Итак, разъезжаемся. На всякий случай, если вам понадобится дополнительное время, я с удовольствием продам 30 секунд за 30 тысяч. С удовольствием. Тем более бабки есть. А подсказки? Это и будет подсказками. Хорошо. Да, вы сами поймете, что вам просто не хватает времени. Поехали. Время. Уберите. Съезжаемся. Можно обсуждать. Мы религию не трогаем. Мы можем трогать все, что угодно, но в вашем случае этого нет. И на подсказку не развели, и подсказал. Понимаешь, хитрость. Пока только вижу толку никакого. Ну ладно. Человек. У меня какой-то несоответствия. Ну не динозавр. С Лениным ничего быть не может. Нет, не может. Хорошо. Цивилизованного потомка. Стоп. Это время. Оно закончилось. Все, подсказочку хочу. Подсказочки нет. Есть 30 секунд на обсуждение. А, и всего, и за 30-ку? И за 30-ку. Давай 50-й открою что-нибудь. Мы добавим. Это я знаю эту школу. Ну ладно, давайте. Раз уж такая пьянка пошла, крутите барабан. Доставайте ваше соленье. Пока я ее привез. Костюм мукомола. Вот эти вот. Потомка. Либо давайте версию. Обезьяна, человека, что еще может быть? Либо продолжайте обсуждать. Обезьяна, человек, ну... Они продолжают обсуждать. Снимите деньги. Обсуждайте. Не смотрим на зал. Зал, тишина. Да я думаю сейчас. Его... В это не... Как его... Его? Не совпадает. А кто? Сердце, 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 сердце. Друг другу общаться. Сердце ангела, нет? А, это... У тебя уже за тебя думаю. Говорю. Своё слово скажи. Сердце. Сердце ангела. Что-то может подходить у тебя? Ангел. Название фильма, сериала или мутфиль. Микерур. Сердце ангела. Ангел. Сердце ангела. Сердце ангела. Микерур. Время закончилось. Итак, ваш ответ. Сердце ангела. Сердце ангела. Да. Принимается этот ответ. Сердце ангела. Внимание на экран. Началось. Знаете, что обидно? То, что одно слово вы угадали. И надо было просто перечислить несколько названий фильмов со словом «сердце» и подумать, что у тебя может подходить под твой вопрос. Откройте, пожалуйста. Сейчас мы раз... В народе считают, что он выживает благодаря сильным конечностям. Каллигула, что ли? Нет. Она зайдет. Конечности – это что? Ноги? Да. Кого кормят ноги? Волка. Назовите цивилизованного потомка. Сердце волка, что ли? Нет. Цивилизованный потомок волка в каждой квартире. Собачье сердце. Собачье сердце. Конечно, это было собачье сердце. Разъезжаемся. Я желаю вам удачи. Принципы вы теперь понимаете абсолютно точно. Ну не просто я вам скажу. Опять то же самое, да? То же самое. Сейчас те же самые загадки будут. Собачье сердце загадано. Не промахну. А вот мы возьмем со второго раза и отгадаем. Давайте. Внимание на экран. Йось собачье. Лига. Все, я знаю. Давай говори. Или нельзя. Все, я знаю. Можно обсуждать? Поехали, обсуждаем. Мое слово лига. А вот это вот лига сейчас фильм есть. Он не Марвел. Лига наций? Да, лига. Ну вот эти, где все супергерои. Лига. У тебя что? Ты можешь свое говорить? Не могу. Лига, 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 лига. Загадку можно его узнать и ответить? Нет, его нельзя. Его можно узнать только ему. Новый, свежий фильм этого года? Свежий, ну и этих лет, предпоследний. А мы ходили на него? Заяц, мы в это время были в Гелте. Слышишь? Лига. Время. Будете еще брать 30 секунд. Я от души советую. Давай. Да. Денежки понеслась. Ёсь, ну давай. Да я не помню фильм-то, блин. Высшая лига. Про что хотя бы, намекни мне, ну. Мне кажется, я его не смотрел. Там, где всякие супермен, ну собрались эти. А. И этот, и супермен, и спайдермен, и вся срань эта собралась, и они там что-то получились. Лига. Джентльменов. Джентльмены? Ты про это имеешь в виду? Мы ходили на джентльмены. Лига. Лига. Время. Нужен ответ. Ну? Ну, Лига джентльменов, хорошо. Лига джентльменов. Да. А такого нет фильма. Лига суперменов. Лига этих... Лига суперменов. Принимаю? Давай. Лига суперменов. Принимаем. Не, ну не суперменов. Это этих, они этих. Спайдерменов. Да какие? Я принимаю все ваши ответы. Внимание на экран. Как обидно-то, ё-моё, как обидно. Так хотелось прям подсказать. Более того, знаете как, я считаю, что это несправедливо. Когда один угадал, а второй не угадал. Потому что это была Лига Справедливости. Когда наказывают плохого, это она, справедливость. Когда наказывают тебя, ты говоришь, что справедливости не существует. Блестяще отгаданы первое слово и долго промучились со вторым. Ничего страшного. Разъезжаемся, продолжаем. Финальная загадка. Загадки. Загадки. Загадки, сильнее держаться. Всё. Да. Тише, тише, тише. Ой, а что нельзя? Тише, тише, тише. Съезжаемся, обсуждаем. Ёсенька, давай, родной. Водитель для Веры. Ну, да. Вера есть у тебя, да? Вера есть. Есть? Есть. Братан. Водитель для Веры, да? Да, смешно от Веры. Я поясню вопрос. Иосиф мог просто подумать, есть ли в нём ещё Вера, Надежда. Немного чувств осталось каких-то. Водитель для Веры. Это ваша окончательная версия? Водитель для Леры. Потому что у вас есть ещё пять секунд. Не надо. Не надо. Люди устали, людям надо домой. Хорошо, ребят, только ради вас. Я принимаю этот ответ. Внимание на экран. Прекрасно. Раунд вверху. И по итогам двух раундов наши игроки потеряли 460 тысяч рублей. А это, между прочим, стоимость умного телевизора, который сам выключается за секунду до того, как ваша команда пропустила гол. Купите в Россию всем такие телеки. И факт на миллион. Примерно через 200 миллионов лет день будет длиться 25 часов. Я мечтаю дожить, чтобы вставать на часик попозже. Это шоу «Двое на миллион». Сегодня у меня в студии потрясающие гости. Если сложить все песни, которые написали и спродюсировали эти талантливые люди, то мы, наконец, узнаем, сколько песен они написали и спродюсировали. Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш. В вашем банке 540 тысяч рублей. Третий раунд. Раунд называется «Только факты». В нем игроки должны отгадать имя известного человека по нескольким фактам из его биографии. Сначала на экране появится три бесплатных факта, а затем, если захотите, вы сможете купить дополнительные за мою классическую ставочку 30 тысяч рублей. Цена ошибки все та же – 100 тысяч рублей. А это, между прочим, стоимость килограмма черешни без косточек. Я бы взял. А нельзя с 10 миллионов было начать? Почему миллион? Когда к тебе придут молодые артисты, начни с ними с 10 миллионов. Просто выдай, а там пускай тратят, как хотят. Так, любая командная работа, любые эмоции ограничены только временем, больше ничем не ограничены. Три бесплатных факта. Поехали. Запрещал жене красить губы и улыбаться мужчину. Его фамилия происходит от польского слова со значением «сановник достойный государя». Ницше назвал его единственным человеком, у которого мог бы чему-то поучиться. Ну, пока предчувствую 440 тысяч. Да. Ницше. Ницше-то это кто? Философ Ницше. Философ. Да я понимаю. Соответственно, он был либо до Ницше, либо во времена Ницше. Время. Берем факт еще один. Не, ну, чувствую, берем, потому что за все это время... Казанова какой-нибудь. За все это время вы пообсуждали просто Ницше. Давай, добавляй, добавляй, добавляйте, добавляйте. Хорошо. Факт. Списываем денежку, добавляем факт. Поехали. Его инициалы можно найти на одном популярном приборе. Это прибор, это не тот, что ты подумал. Не тот, который. Это не татуировка. Зигмунд. Их вон царап. Приборе. Зигмунд. Что-то с немцем связано, наверное, если мы говорим про прибор. Инициалы. Его инициалы. 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 Прибор. Так понятно. Время. Ответ или факт? Давай еще раз. Что делать? Конечно, еще. С каждым фактом все легче и легче. Итак. Был приговорен к смертной казни, но в последний момент приговор смягчил. Это же это. Казанова быть не мог, конечно. Кто-то должен быть какой-то бестолковый такой, потому что Ницше должен был назвать его. Казанова был сильно раньше Ницше, и вряд ли Ницше чему-то мог получиться у Казанова. Прибор, пытаясь вспомнить, что за трибука. Не ИВЛ, я надеюсь. А давление твое ИВЛ. Не ИВЛ, я надеюсь. Сейчас, сейчас, сейчас. Последний факт. Сейчас, сейчас, сейчас. Есть последний факт. Лучший вообще для себя брал. Давай. Снимите денежки. Итак. Был заядлым игроком. Иностранец? Русский. Так, сейчас, сейчас градусник термометра медицинская был заядлым игроком. Помимо Достоевского вообще кто-нибудь еще играл во что-то? Достоевский. Время. Ваша версия. Толстой не гонял, нет? А ФМ к радио нельзя сказать, Федор Михайлович? Достоевский. Это ваше рассуждение. Можете все, что угодно сказать. Ответ. ФМ. ФМ, ну. Известная личность ФМ? Федор Михайлович Достоевский. Федор Михайлович Достоевский. Я принимаю вашу версию, потому что у вас больше никакой другой нет. Я бы принял с удовольствием какую-нибудь другую. А нам и не надо другую. Ну и ладно, тогда оставайтесь в этой раз вы такие гордые. Внимание на экран. А это браво. Ничего себе. А это браво. Проверяем от начала до конца. Страшный ревнивец. Жене запрещал все. В том числе красить губы и улыбаться мужчинам. Просто бедняга. Его фамилия происходит от польского слова со значением сановник, достойный государя. Достоевский. Вот это запутало меня. Да, собственно, это и есть. Ницше сказал, что только у него мог бы поучиться. ФМ, естественно. А радиостанции это был приговорен к смертной казни, но в последний момент приговор смягчили. Он стал арестантом-каторжником, а должен был быть расстрелян, повешен или казнен вместе с петрашевцами. Он входил в кружок петрашевцев. Но государь его помиловал. И, конечно, был заядлым игроком. Проигрывал все свои гонорары. В Вестбадене. Занимал у литературных обществ тысячами рублей. Когда писал преступление и наказание, ему жена в середине романа выдала 120 рублей. Сказала, езжай в Вестбаден, поиграй. Он проиграл вместо 120 160 рублей, откуда ты нашел еще деньги. И написал ей оттуда. Я избавился от мерзкой фантазии. Он на тот момент решил, что он все, закончил и перестал играть. После этого он вернулся и дописал преступление и наказание. Блестяще. Федор Михайлович Достоевский. Раунд завершен. За три раунда вы проиграли 550 тысяч рублей. Кстати, примерно столько стоит умный холодильник, который не дает открыть себя ночью. Четвертый раунд впереди. Блиц. В этом раунде игроки будут вместе отвечать на вопросы Блица. Несколько секунд на размышление. Как только игроки дадут неправильный ответ, либо не дадут никакого ответа, запускается счетчик. И из вашего банка списываются деньги. С каждым неверным ответом деньги будут списываться все быстрее и быстрее. Поэтому огромная просьба. Ошибитесь везде. Мне так будет лучше. Йоська, собрались. Популярный клич на русских свадьбах. Горько. Верно. И на модных показах, и в армии. Шанель. Нет, я шучу, это была шутка. Наряд. Они бывают и в Индии, и на шахматной доске. Слон. Верно. Как сейчас называется город Куйбышев? Самаран. Верно. Ловля машины на большой палец. Это... Палка. Голосование. Голосование. И лесной красавец, и дорожный лихач. Олень. Купюрное название участка земли. Сотка. Сотка, верно. Сельскохозяйственный увеличитель груди. Вымя. Вымя. Капуста. Мера яиц и возраста. Десяток. Десяток. Древесно-слоистый саундтрек. Останови эту срань. Я не могу так сказать. Ванера, стоп. Слушайте, но тем не менее, это хороший результат. Чувствую себя, что мы в казино играем, понимаешь? Блиц завершен. За четыре раунда наши игроки потеряли 723 тысячи рублей. Между прочим, столько стоит спеть в караоке, если на клавишах дробышь, на бэк-вокале Пригожин и супруга. 277 тысяч. Эти деньги ваши. Но они достанутся кому-то одному. Тому, кто победит в нашем финале. В эфире ТНТ. Вы смотрите интеллектуальное шоу «Двое на миллион». После четырех раундов в вашем банке 277 тысяч рублей. Эти деньги достанутся тому, кто победит в финальном раунде. Финальный раунд называется «Каждый за себя», потому что в нем игроки сразятся друг с другом. Все ответы в финале представляют собой числа. Чье число будет ближе к правильному, тот и взял вопрос. Кто возьмет больше вопросов, тот и выиграл. На каждый вопрос у вас есть несколько секунд. За это время вы должны успеть записать свой ответ в планшете, иначе не засчитывается. Поехали. Сколько человек одновременно исполняло песню «День победы» в Ростове-на-Дону, попав в книгу рекордов Гиннесса? Сколько женщин-пилотов участвовало в чемпионате мира Формулы-1 за всю историю? Сколько лет прожила голопогостская черепаха Гарриетта, признанная одной из старейших черепах в мире? Этот вопрос мне прислал наш любимый телезритель женского пола София Воля. Сколько фильмов безостановочно просмотрел индийский киноман Ашиш Шарма, установив мировой рекорд? Кажись, Йоси и правда выиграет. Сколько детей пошли в первый класс в 2021 году в России? Красавец. Червый вопрос, конечно. Скольких персонажей в передаче «Наша Раша» играет Сергей Светлаков? Ну ты смотришь, наверное. Я смотрю. А я нет. Наибольшее количество красных карточек в одном футбольном матче. Интересно, я там ноль больше написал или меньше? Ширина железнодорожной колеи в России в сантиметрах. Это постоянная величина, все рельсы у нас одинаковые. Ладно, будем гадать. Сколько миллионов долларов заработал Майкл Джексон за 10 лет после кончины? Блин, нифига не вижу я. Как миллиард, ты не видишь ничего. СМЕХ Итак, мы знаем все ваши ответы. Мне кажется, что там нолики есть лишние где-то. Ну сейчас все проверим. Сколько человек одновременно исполняло песню «День Победы» в Ростове-на-Дону, попав в Книгу рекордов Гиннесса? Иосиф, 100 тысяч человек. Ты гонишь, конечно. Виктор, 750 человек. Один очень переоценил, другой очень недооценил. Но, тем не менее, был ближе. 9 584 человека. Ближе был Виктор Дробов. Ничего себе. Ну подожди, а вы не считаете тех, кто в экране еще пел одновременно, когда они были на площади? Сейчас мы знаем эти ваши штучки. Ну какие штучки? Сейчас в итоге я без пиджака выйду. А я вам скажу, если бы Иосиф был продюсером этого проекта, то 100 тысяч минимум было бы. Минимум было бы. Да, я же по себе мерил, правильно Витя говорил? Окей, дело благое, можно этот рекорд перебить. Что такое 9 тысяч, вообще ни о чем. Ребята, те, которые пели, вы о чем? Сколько женщин-пилотов участвовало в чемпионате мира Формула-1 за всю историю? Иосиф, три женщины. Виктор, одна женщина. Ты был ближе. Три женщины, это ближе к пяти, которые были на самом деле. Пять женщин. У меня было в голове пять, да. Сколько лет прожила голопогостская черепаха Гориетта, признанная одной из старейших черепах в мире? Иосиф, сто лет. Виктор, сто восемьдесят лет. Максимально близко. Сто семьдесят семь лет прожила она. Сапиёшка, моя дорогая, я так обожаю вопросы, которые прилетают от тебя. Пиши всегда. Мы с удовольствием ждем твои вопросы в нашей программе. Сколько фильмов безостановочно просмотрел индийский киноман Аши Шарма, установив мировой рекорд? Иосиф, пятьдесят фильмов. Виктор, тридцать шесть фильмов. Как близко. Сорок восемь фильмов. Браво. Я просто на блок-листе сейчас сгорел. Я смотрел восемь сезонов. За это время, пока он смотрел эти фильмы, это же Индия, там еще сняли две тысячи фильмов ровно за это же время. Болливуд там строчит. Так, сколько детей пошло в первый класс в России в 2021 году? Иосиф, два миллиона детей. Виктор, двести тысяч. Иосиф, я не знаю, как это происходит, но по официальной статистике в первый класс пошло два миллиона детей. Точно. Скольких персонажей в передаче «Наша Раша» играет Сергей Светлаков? Иосиф, три, три и все. Я не смотрю. Шесть. Но все равно был ближе. Пятнадцать. Пятнадцать персонажей играет Сережа. Светлый привет к ее пламену. Ну, кого мы помним? Давайте загибать. Ну, естественно. Насядника. Депутата. Сергей Юрьевич Беляков, который на диване. Но самое главное, конечно, это на заводе. Фрезеровщик Дулин, да. Дулин, да. Слайк. Которые хотят купить парня. Да, которые всегда хотят в аптеке все купить. Проститутка Эльвира. Голодный ГИБДДшник еще. ГИБДДшник. Ну и много других ролей. Серега, тебе пламенный привет и я тебе аплодисментарю. А еще там песни в титрах очень зачетные. Вот это «Наша Раша». Какой-то классный парень написал. А что она писала? Я просто не знал, что ты еще песни пишешь. Ну, а что такое? Был дело, вляпался и в это. Наибольшее количество красных карточек в одном футбольном матче. Иосиф. Три. Виктор, десять карточек. Ты был ближе. Тридцать шесть карточек за один матч. Махач был, наверное, да, Серега? Да, был Махач. Были удалены все 22 футболиста. Еще 14 карточек получили запасные тренеры. Тренеры, да. Дело все это было в Аргентине. Ну, короче, с тех пор за удаление показывают в Аргентине просто вкладыши от Турбо уже. Закончились карточки. Ширина железнодорожной колеи в России в сантиметрах. Иосиф, 120 сантиметров. Дробышь 140 сантиметров. 152 сантиметра. Ближе был. 152 сантиметра шириной. Ребята, это получается, что прям вот Кайли Миноук и Джараховы прям вот уложились и не дотронулись. Сколько миллионов долларов заработал Майкл Джексон за 10 лет после кончины? 800. У тебя 800 миллионов. Я 400 за базар отвечаю. 400 миллионов. На самом деле 2 миллиарда 400 миллионов заработал Майкл Джексон. Поэтому Иосиф был ближе. Я просто остановился на 800. Я отслеживал. Он остальные не знал. Остальные не знал. В финальном раунде 277 тысяч рублей забирает победитель финального раунда, а значит и всей игры, Виктор Дробыш. По новым правилам проигравший должен продолжить мою фразу. Выигрыш не самое главное. Самое главное это... Игра. Да. Ой. Главное не победа, а участие. Утешали себя немцы 9 мая 45-го года. Победитель. Любые слова от победителя. Приятно было, пользуясь случаем, понаходиться с Иосифом лишний часик, потому что мы редко видимся. И мы с Иосифом решили эти деньги все отдать в Колпинский детский дом, куда мы, собственно, все это и перечислим. А они купят на это какие-нибудь музыкальные инструменты и будут играть. Как классно. Слушайте, это очень классное и благое дело. Давайте превратим эту сумму от меня лично в 300 тысяч рублей, чтобы она была кругленькая. Ура. И музыкальных инструментов будет больше. Я вам благодарен за эту игру. Это было шикарно, это было великолепно, это было смешно, это было познавательно. И это было поистине легендарно, так же, как и вы. А закончить сегодняшнюю игру хотелось бы цитатой великого рэпера Фифти Сента. В бизнесе есть люди, у которых есть талант, и люди, у которых есть талант зарабатывать на талантливых. Сегодня мы увидели всех вообще. Это «Двойный миллион». ТНТ. Пока. Я поздравляю. Очень крутая передача. Спасибо. Очень здорово. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо.